Девушки отдыхают Я не мщу, я защищаю Бог милостив, ты же приходил на исповедь За отпущением грехов Защита? Это не грех Грех, это беззаконие Так сказано у Иоанна Ты не божьего суда хочешь Ты хочешь сам судить Безо всякого закона И поэтому отпущения грехов тебе Не будет Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Четыре Пять Вспомни Ты все это видел Ты это помнишь Тебя заставили все забыть Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Пять! Это Михаил. Он приходил к тебе ночью, когда ты спал. Первый раз он приносил тебе чай с травами. Это был первый приход. Второй раз он приходил к тебе уже позже. После того, как ты обнаружил того человека в столовой. Зачем он это сделал? Ты дважды видел этого человека, которого ты знаешь, как генерала Лисицына. Первый раз ты его видел через окно на улице. Второй раз в доме. Я ничего не понимаю. Так генерал Лисицын жив? Я не знаю. Тут какая-то темная история. Очевидно, они не хотели, чтобы ты видел этого человека. Поэтому Михаил заставил тебя все забыть. Толя, скажи мне, кто такой Станислав Георгиевич Лисицын? Сын генерала Лисицына и Натальи Андреевны. Нет, я не о том. Кто он? Чем он занимается? Бизнесмен. То есть он богатый человек? Ну да. Ты знаком с ним лично? Ну конечно, это он нанял меня охранять свою мать. А что такое? Почему ты спрашиваешь? Пятнадцатого декабря ты пойдешь к Станиславу Лисицыну и убьешь его. Роман Александрович, ребята засекли телефон Тихомирова в Звенигороде. Значит так, Саш. Необходимо добыть следующую информацию. Работает ли в Звенигороде некая гипнотизерша по фамилии Шлиман? Шлиман. Я не знаю, это ее псевдоним или настоящая фамилия. Но если работает, посылай туда группу. Возможно, Тихомиров там. С Тихомировым на связь не выходить. Просто введите. Есть. Значит, наступит пятнадцатое число, и я пойду убивать Лисицына. Да. Чушь. Бред. Какое еще не число? Тринадцатое. Осталось два дня. И это все очень серьезно, Толя. Ты теперь боцман Тарапыгин. Ты видел, что произошло с тем парнем. Эффект отсроченного внушения. Не-а. Я все равно не понимаю. Я не понимаю, как это все будет происходить. Все будет как обычно. Пока ты не обнаружишь, что наступило пятнадцатое число. Может быть, ты увидишь это в календаре. Может быть, ты услышишь это по радио. Но только в этот момент ты вспомнишь, что тебе необходимо убить Лисицына, и ты пойдешь его убивать. А если я уеду? Из города? Из страны? Да будь ты хоть в Южной Америке, ты все равно поймешь, что тебе нужно убить Лисицына, и ты купишь обратный билет. Ну, хорошо. Линка, Полинка. Ну, я ведь теперь уже знаю об этом чертовом внушении. Я ведь не тварь какая-то безмолвная. Я могу думать, я могу принимать решения. У меня, в конце концов, есть воля. Я могу что-то предпринять, чтобы убийство не произошло. Да мозг человека — это тьма загадок. Ты не можешь управлять им. Ты можешь контролировать свои сны? Нет. Гипноз — тот же сон. Все произойдет помимо твоей... Хорошо. Хорошо. Эту установку на убийство, ее можно снять? Ты можешь это сделать? Нет. Я не знаю, какие установки внушил тебе этот человек. Это все равно, чтобы родить в незнакомом лесу. Снять установки может только Михаил. Значит, я еду к Михаилу. Шура, а ты куда несешься-то? Из Вениград. О, а я уже думал в Рио-де-Жанейро. Ты это, скорость-то сбавь чуть-чуть. Ну, вот мы и в Москве. Да. Спасибо, что повезла. Лин, ты меня извини, но мне действительно нужно ехать. Да, да, я понимаю. Не надо ничего объяснять. Но ты будь осторожна. Никаких выступлений. Слышишь? Слышу. Ну, все. Толя, подожди секунду, пожалуйста, если у вас что-то не выйдет с Михаилом, я попытаюсь тебе помочь. Я, конечно, не могу гарантировать положительных результатов, но попробую. Я, конечно, не могу гарантировать положительных результатов, но я не могу гарантировать положительные результаты. Лапутин, слушаю. Есть, принял. Так, Шор, разворачиваемся. В Звенигород мы не едем. А чего такое? Ребята звонили из технического отдела. Тихомиров в Москву вернулся. Тихомирование. Тихомирование. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушаю, Хамза. Роман Александрович, Лопутин. Возможно, что Тихомиров сейчас находится на объекте, с которого вы его сняли. В доме Лисицына, что ли? Да, его мобильной засекли в том районе. Так, Лопутин, давай срочно с ребятами к Лисицыну. Я тоже сейчас туда подъеду. Есть. Где хозяин? Тут Тихомиров пришел. Пропустим. Ба, вот это люди. Добрый вечер. А ты уверен, что он добрый? Ну, где они? Кто? Моя мать и Михаил. А их разве нет в доме? Нет. В доме их нет. Что ж ты не имел за доме? Скажите, Станислав Георгиевич, вы уверены, что ваш отец умер? Да, черт возьми, уверен. Хотя бы потому, что я оплатил его похороны. Где он похоронен? На Ваганьковском кладбище. Значит так, милый друг, сейчас не ты, а я буду задавать тебе вопросы. И так заново. Скажи, здесь был кто-то посторонний? Да, был. Ну, а какого черта? Какого черта ты отказался от своих слов тогда? Перед Михаилом и матерью? Так складывались обстоятельства. А, а теперь они, значит, складываются по-другому, да? Чего ты финтишь, паренек? Что-то я не могу понять, на чьих воротах ты стоишь. Ты знаешь, куда уехали Михаил и моя мать? А они уехали? Нет, они испарились. Они сквозь землю провалились. Куда они подевались? Куда? Итак, ответь мне на вопрос. Третий человек в доме был? Да. И тебе он не привиделся. Пойдемте со мной. Сейчас я покажу вам комнату, в которой жил посторонний. С чего ты взял, что здесь кто-то жил? Там слишком чисто, нет даже пыли. Бессмысленно убирать в комнате, в которой никто не живет. И еще. Щеколда с внешней стороны двери. Видите? Она новая совсем. Рабочие края даже не потерт. Очевидно, Михаил поставил ее после того, как я увидел старика в окно. Ты уверен, что это был старик? Да. Я его видел потом еще раз. Он ужинал с вашей матушкой. И он был очень похож на вашего отца. Очень похож. Бред какой-то. То, что происходит что-то странное, я заметил еще полгода назад. Мать, никогда не отличалась любовью к путешествиям, а тут вдруг стала раз в месяц куда-то уезжать. Говорила, что нашла хороший пансионат в Подмосковье. Природа там замечательная. Ни в Европу, ни в Америку, ни в Австралию, черт возьми, что пейзаж поменять. Нет! Мы едем в Подмосковье в пансионат. Меняем шило на мыло. Тебе не кажется это слишком странным? Мать изменилась после смерти отца. Замкнулась. Стала какой-то... Другой. А потом она стала у меня просить больше денег, чем обычно. Для чего, зачем? Она всем обеспечена. Новых вещей она не покупает. Для церкви нет. Я уместно у батюшки спрашивал. Она не делала крупных пожертвований в храм. А как-то я обнаружил, что в холодильнике стало больше продуктов, чем это нужно для двоих людей. А однажды я увидел, как Михаил развешивал выстиранную одежду. Ну там рубашки, брюки. И они явно не подходили по размеру Михаилу. А когда я у него спросил чьи-то вещи, он мне сказал, что, мол, это вещи моего отца. Видите ли, он хочет отдать их в храм, чтобы их передали нуждающимся. И после этого я обратился в ваше агентство. И в доме появился ты. Только ты... Ты мне какие-то сказки рассказываешь про призрак моего отца. Станислав Георгиевич, мне нужно с вами серьезно поговорить. Наедине. Скажите, вам о чем-нибудь говорит дата 15 декабря. 15 декабря? Да, 15 декабря. Нет. Мне эта дата ни о чем не говорит. А почему именно 15? На вас готовится покушение. Что? Послезавтра вас должны убить. Что ты несешь? Кто меня должен убить? Кому это надо? Вас заказал Михаил. Ты шутишь? Нет. 15 декабря. 15 декабря. Да, да. Да, 15 декабря. Откуда у тебя эта информация? Да не важно, откуда у меня эта информация. Важно, что эта информация абсолютно достоверна. А исполнитель? Ты знаешь имя исполнителя? И имя? Ну, назови мне имя киллера. К сожалению, я не могу этого сделать. Сколько стоит твоя информация? Станислав Георгиевич, дело не в деньгах. Ну, а в чем тогда? В чем? Если дело не в деньгах, то назови мне имя киллера. Ну? Я не могу этого сделать. Стоять. Стоять, я сказал. Ты не выйдешь из этой комнаты, пока не назовешь мне имя киллера. Хозяин, зовет. Ай! Стоять! Чего ты, черт, испугал? Ай! Извини. Роман Александрович, а нельзя ли не так экстремально водить транспортное средство? Ты что здесь делаешь, Тихомиров? Мне кажется, я тебя в отпуск отправил. Еще совсем недавно ты мне сам об этом напоминал? Вы мне все равно не поверите. Ну, ты уж расскажи, а я сам решу, верить тебе или повременеться с этим делом. Прошу. Значит, что у нас получается в сухом остатке? Этот Михаил без твоего на то ведома применил к тебе гипнотическое воздействие. И ты забыл, что видел в доме некоего человека очень похожего на генерала Лисицына. Кроме того, этот доморощенный волшебник внушил тебе, что 15 декабря этого года ты должен убить Лисицына Станислава Георгиевича. Совершенно верно. Толь, вот если бы ты был на моем месте, а я на твоем, ты бы мне поверил? Ладно, заводи машину. Куда поедем? Психиатра, Толя. Консультация нам нужна. Ладно. А как же ваша машина? Здесь оставить? А за мою машину ты не беспокойся. Я ребятам позвоню, они отгонят. Роман Александрович. Саш, все нормально. Здорово, Саш. Здорово, отпускничок. Недоступный ты наш. Путешествуешь? Ага. Саш, пойдем-ка сюда. Поезжай сейчас с ребятами в дом Лисицына и разгреби там все, что навалял ваш коллега. А что он наделал? Вот именно наделал. Короче, поезжай к Лисицыну, принеси извинения от моего имени и скажи, что завтра я готов приехать в его офис в любое удобное для него время. Я понял. Возьми мою машину, потом оставишь у агентства. где он похоронен. На богатинском кладбище. Стой! Вперед, за ним! Отставить! Так уйдет же, Роман Александрович! А что мы гонки сейчас устроим? Машины бить? Мне мое, например, жалко и не так богат. Позвонив в технический отдел, пусть отслеживают передвижение Тихомирова по его мобильным. Есть. Позвоню в короте. Она в короче снижает iyi снижает 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 весь у Слушаю. Линка, привет, это я. Ой, Толя, привет. Как твои дела? Все спокойно? Да, да, у меня все хорошо. Это радует. Ты поговорил с Михаилом? Пока нет. Почему? Он исчез. Исчез? А что ты теперь будешь делать? Ну, у меня есть план. Линь, ты прости, но мне уже пора заканчивать разговор. Да, да, конечно. Будь осторожна, пожалуйста. Хорошо, я буду. Спокойной ночи, Линка Полинка. Спокойной ночи. Отдохните, ребятки. Мужики! Мужики! Ну, вы что, мужики, уснули, что ли? Ну, это я. Ну, мужики, ну. Ну, где вы там? Ну, открывайте, мужики, ну. О, во. Девушка. Это не ваш номер. А какая разница? Ну, а сырса? Ну, и что? Ваши люди там. Да? Вот. Happy New Year, Happy New Year. До этого Happy, уважаемый, еще полмесяца. Сегодня 13 декабря. Да какая разница? Большая. Большая, большая. Большая. Большая, большая. Какия. Девушка. Да какой-то. Какия. Давай. Мужики. Большой, какия. Большая. О! Мужики! Новый год к нам птица! Прошу! Водка, пиво, как у Влад! Слушай, мужик, я тут бабе из десятого номера сюрприз хочу сделать, а? Нет! Нет! Она на меня посмотрела, а у меня мороз по коже прошел. Нет, а... Мужики, я понял, понял. Постучись, пожалуйста. Понял, понял, мужики. Давай. С Новым годом! 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 Да что же это такое, а? С Новым годом! С Новым годом! Ой! Да что вам еще надо? Сюрприз, Боренька! С Новым годом! Где твой бычар? В каком номере? Его нет здесь, он уехал. Ну что, Полина, собирайся, с нами поедешь. Куда? Я сказал, что уехали! Давай! Пошла! Ну, в общем, сигнал от его телефона пропал на этой улице. Ребята из технического отдела говорят, что он просто выкинул аккумулятор из трубки, поэтому определить его местонахождение теперь практически невозможно. Значит так, Саш, надо выяснить, не живет ли на этой улице кто-нибудь из знакомых Тихомиров? Я не знаю, родственники, одноклассники, однокурсники, понял? Угу. Ладно, поехали. Все, лопнуло мое терпение. Пацаны, лопаты не сидят. Что вы задумали? Что задумали? Мочить-то и будем. Пошаманил и хватит. Прощай, Поленька. Аркаша. Копайте быстрее, холод. Давай здесь. Не надо, пожалуйста, послушай. Аркаша, ты что? Тамбовский волк тебе, Аркаша. Ты меня достала? Надоела ты мне! Я отдам. Я все отдам. Ну, что ты мне отдашь? Деньги, которые я тогда взяла, я все отдам. Стой! Погоди. Погоди, я прошу. Погоди, ты молись, если умеешь. Я на вас бесплатно работать буду, Аркаша. Не надо меня убивать. Я ненавижу, когда меня дурят. Не люблю, когда салаха держат. Ты поняла меня? Не надо. Я не знаю. Я знаю, где взять много денег. Ну да. Ух ты. Где информация есть? Что у тебя есть? Информация. Слышь, пацаны, оказывается, этой пазлы есть информация. Какая информация? Где дилижанс почтовый пройдет с миллионом долларов, да? Я знаю, есть человек в Москве, его должны убить. Он об этом не знает. Да? А ты знаешь? Да. Аркаша, да она гонит. Заткнись! А ну, колись, кукла. Его должны убить 15 декабря. Он об этом не знает. Кто это должен сделать? Я этого не знаю. Не знаю. Нет. 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 Да туфта это все. Полная туфта. Да что туфта? Да все туфта! Ты что мне предлагаешь? Позвонить к какому-нибудь памятнику, да? И сказать, что его через три дня завалят? А доказательство где? Кто заказчик? Его родственник, Михаил. Откуда у тебя эта информация? Мне. Я случайно узнала. И что этот перец московский, которого завалить должны? Он еще при большом бабле, да? Аркаша, он очень крупный бизнесмен. Кто это сделать должен? Не знаю. Карись, кукла! Кто его завалить должен? Все. Хватит мне по ушам ездить. Иди к дереву. Аркаш. 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 Ну что, Зоя Космодемьяцкая выпросила от себя с ручку, да? На гостинице все подробно про филеры расскажешь. Пацаны, в машину ее. Идем. Поехали. Лопату давай. Садись, Поленька. Не стесняйся. Самое известное захоронение. Высоцкий, Есенин, Ингебаров, Миронов, Влад Листьев. Обзорная экскурсия. Сто рублей. С подробностями биографии. Здравствуйте. Самое известное захоронение. Высоцкий, Есенин, Ингебаров, Миронов, Влад Листьев. Обзорная экскурсия. Сто рублей. С подробностями биографии. А показательную эксгумацию вы не делаете? Нет, не делаем. Мы делаем только предварительное бальзамирование. Ага. Извините, материал здесь напечатан. Интересно. Мне нужна могила генерала Лисицына. Знаю я эту могилу. Ну что, чай да чай, поем бы что-нибудь. Да я не хочу есть. Ну что? Уснул. Какой-то он беспокойный стал в последнее время. Боюсь, как бы снова не пришлось его класть в больницу. Ба, а что это за старик, который вы опекаете? Да просто больной человек, очень одинокий. Пей, пей чай, Алёша, а то остынет. Пей. Господи, как же ты похож на своего отца. Ну бабушка, ну все, 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 успокойся, папа. Почему? Вот и пришли. Вот. Этот генерал ваш родственник? Нет. Скажите, а как мне можно найти человека, ну такого человека, который бы помнил эти похороны? Может кто-то из могильщиков? Я помню. Вы? А что тут удивительного? Я в то время здесь как раз могильщиком работал. Зима была, грунт мерзлый был. Долго ковырялись. Скажите, а это точно был генерал? Ну да. Во всяком случае, он в гробу в генеральской форме лежал. Звезды на погонах большие. Опять же, хоронили с воинскими почестями. Я не совсем это имею в виду. Это точно был тот человек, который изображен на памятнике. Да один в один. Достойные похороны были салютом и без слез. А что, если со слезами, то это не достойно? Со слезами тоже достойно бывает. Но тут другая история. На тех похоронах главная была вдова генерала. Мужественная женщина, графиня. Ни слезинки не проронила. Спина ровная. И сыновья себе тоже очень достойно вели. Денег не жалели. Сыновья? Да, сыновья. И сколько было сыновей? Двое. Солидные такие мужчины. Видно при деньгах. Машины такие крутые у них были. Правда, у одного из них машина из сорокового региона была почему-то. Я почему запомнил. Мне в тот год сорок лет исполнилось. Сороковой регион — это Калуга. Возможно. Так, значит, говорите, двое сыновей было, два брата. Совершенно справедливо. Братьев было. Твое. В общем, вы, Нина, не беспокойтесь. С Алёшей всё в порядке. Я завтра заеду за вами утром. Поедем к нему в монастырскую гостиницу. Отпразднуете Алёшин день рождения вместе семейно. Спасибо, батюшка. Ну хорошо. Я поеду. До свидания. До свидания. Станислав. О, Глеб Лисицын. Так, в результате несчастного случая 23 августа в районе города Тарусоваку упал автомобиль «Джип Лексус», управляемый бизнесменом из Москвы Глебом Лисицыным. По машине также находился брат Лисицына Станислав. Станиславу Лисицыну удалось выбраться из тонущей машины. Тело Глеба Лисицына после проведения спасательных работ обнаружено не было. Таруса. Значит, Таруса. Аркан, а ты уверен, что этот корешок твой гений компьютерный? Номер Лисицына пробил, а не следака с Петровки. Рот закрой, скалозол. Компания Терем, приемная президента компании. Здравствуйте. Соедините меня, пожалуйста, с господином Лисицыным. Как вас представить? Я лично представлюсь господину Лисицу. Передайте ему, что у меня есть для него личная конфиденциальная информация. Минуту. Станислав Георгиевич, извините, пожалуйста. На линии какой-то человек, который утверждает, что у него есть для вас важная конфиденциальная информация о каком-то вашем родственнике Михаиле. Соединить? Соедини. Слушаю. У меня есть важная информация для господина Лисицына. Я, я, господин Лисицын. У меня есть информация о том, что вас заказали. И что? Вы, наверное, не поняли. Вас хотят убить. Я тебя прекрасно понял. Что конкретно ты хочешь сказать? Мне известна дата и... И я ее знаю. И знаю имя заказчика. Мне известно имя исполнителя. Хорошо. Подъезжай ко мне в офис. Нет. В офис я к вам не поехал. Предлагаю встретиться на нейтральной территории. Нейтральной территории-то где? В Швейцарии? Нет, ближе. В Чехово. Вы должны туда приехать к пяти часам вечера и прийти в городской театр на выступление гипнотизера Полины Шлимана. На ваше имя будет выписан входной билет. И вы сядете именно на то место, которое будет на нем указано. Ясно. В действие шпионов не наигрался. И еще. У вас в руках должно быть что-то красное. Знамя первой конной тебе устроит? Меня устроит сто тысяч евро. Еще одно условие. Вы должны быть без охраны. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы куда-то спешите? Да я хотел пообедать. Вы знаете, я тоже не против перекусить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Дай сюда. Будешь, Хулиганин, Башку оторву. Вот выдай мы этого Лисицына, а потом плотно зайдёмся тобой. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Приборы. Благодарю. Благодарю. Скажите, а тело Глеба Лисицына искали? Конечно. Станислав денег не жалел. Хотел, чтобы нашли брата. Вы бы поели, а то остынет супчик-то. Спасибо. Скажите, Андрей, а братья Лисицына, они сюда зачем приезжали? Так Глеб женился здесь. Кстати, на моей бывшей анаквазнице Нинке Потаповой. Сын у них Лёшка. В этом году школу закончил. Правда, жили они вместе недолго. Года два или три. А почему? Да кто же его знает? Мы с Нинкой периодически видимся. Гордок-то небольшой. Она учительница в школе работает, где мой сын учится. Но спрашивать как-то неловко. Чужая семья — чужие дела. А Станислав зачем приезжал? А у Лисицына ведь дом здесь. Да, что так сказать. Дом? Угу. Его еще их отец купил. Генерал Лисицын. Ага. Братья когда пацанами были, каждый лет сюда приезжали. Дом. Установили местонахождение Полины Шлиман? Пока нет, Роман Александрович. Необходимо взять в разработку Лисицына. Надо собрать о нем информацию. Максимально подробную. И выставите за ним наружное наблюдение. Но это, так скажем, незаконно. Да и если он заметит за собой… А надо работать так, чтоб не заметил. И скорее всего через него мы выйдем на Тихомирова. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА РАЗАЛИНК changел в порядке. Играет не seeds. Тихие kid sin играл их. Продолжение следует...